Привет всем любителям мохнатых чудовищ или сказать маленьких медведей, потому что большие медведи спят в берлоге, а маленькие медведи в виде пчел спят в улье, зимуют. Вы посмотрите, что делает у нас погода. Как литки замуровало ледом. Вот он. То мороз, то оттепель, то мороз, то оттепель. Литки забиты льдом. Не то что снегом, а уже льдом. И маленьким медвежатам нечем дышать. Пойдем к этим медведям кормящимся, которых я кормлю, потому что народ в комментариях переживал, что мед жидкий потечет сверху на пчел. И все, будет гембель. Давайте посмотрим, потек, не потек. Что там с тем медом. Вот берлога медведей. Здесь они у меня зимуют. Шатуны мои. Медведи шатуны. Посмотрим, как они тут мед ушатали или мед ушатал их. Кто-то кого-то должен ушатать. На камеру не слышно, но я слышу, как гудут. Гудут изверги. Кто-то писал в комментариях, фольгоизовым на зиму нельзя накрывать. Ну, ради эксперимента. Вот у меня один улей я накрыл фольгоизовым. Должен вам сказать, никаких, в общем-то, проблем нет. В том смысле, что он воду не пропускает. Он таки воду не пропускает. Вот капелька собралась. Ну, в общем, и в целом более-менее приемлемо. Ну, у меня он лежал не плотно на потолочинах, поэтому и проблем с ним нет. Что-то мои медведи. Ух ты. Как медведи резко стартанули. Прям мне в личику. Вот товарищи медведи с краю вылезли наверх. А там, значит, у меня бывшая штора с медом. Трошки пчел потопло. Ну, они, может, не столько потопли, сколько просто задавились. А так, в общем-то, пчелки вон сидят и нагло жрут. Еще в комментариях писали, что пчелы этот мед брать не будут, потому что он загустеет на морозе. Они его не будут брать. Но, как видите, облизывают. Пчелы зимой сахар-песок берут. И особенно было хорошо раньше сахар рофенат на это дело, на подкормку. Ну, как видно, едят пчелки этот мед. Никаких проблем, в общем. Единственная проблема, что теперь эту лепешку назад не положишь так, чтобы пчел не придавить. Каких-то там пару-тройку пчел все-таки задавится. Давай, брысь, 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 брысь. Сейчас мне дадут в руки. Брысь. Вот, если лепешку раскроем, то вот в таком состоянии мед сейчас. В полужидком. Мягенький-мягенький. Для пчел доступен. Порвать ее, эту марлю. Вот собака соседская. Как она меня кумарит целый год. Вообще, для пчел соседства с такой конченой собакой, это очень плохо, потому что она целую зиму гавкает. А пчелам-то все это слышно. Вулье резонирует. И все это плохо потом сказывается. Вот в таком состоянии мед. Собака своим лавим пчел сильно беспокоит зимой. От этого зимовка хуже, конечно. Но, к сожалению, ее не прибить. И соседку не прибить. Вот такой вот мед. Он полужидкий. Говорили, он замерзнет, брать не будут. Он как раз такой, как надо. Я его когда лил, когда он был подогретым, он, конечно, был немножко жидковат. А потом на морозе схватился. Вот такая вот консистенция. Как раз то, что надо. То, что надо. Я вам скажу, взяли они его, сожрали прилично. Так вот, почему я кормлю именно лепешкой. Все дело в том, что у нас погода плохая. А я в этом случае, если я даю лепешку, могу закрыть пчел потолоченной. И еще сверху им утепление дать. Потому что февраль месяц-то, ребятки, на носу. Февраль месяц. А погода у нас, как обычно, не как у людей. Погоду нам передают то плюс два, то плюс три, то плюс четыре. А потом на ближайшие 10 дней минус 18, минус 24 до 15 февраля. А там кто его знает, как будет. Как раз вот целую зиму у нас нормальной зимы не было. А когда она уже, эта зима ненужная, когда расплоду пчел пойдет, у нас началась суровая зима. Такая вот печаль. Хреново это все. Так что подкормка лепешкой тоже пару своих минусов имеет. Большой плюс в том, что можно закрыть сверху потолочину и будет тепло. А минус в том, что пчелки все-таки там несколько десятков, их может погибнуть при этой подкормке. Но это, в общем-то, при любой подкормке всегда есть минус тот, что гибнет некоторое количество пчел, пусть даже небольшое. Потому что на весну каждая пчела на вес золота. Весной их будет очень сильно не хватать. Ими сейчас надо дорожить. И так просто ими не разбрасываться. Так вот, в комментариях писали мне, что можно положить сверху рамку для подкормки пчел. Конец зимы можно вот так вот взять. Это я сейчас пустую рамку беру. Рамку взять с медом. И вот так вот сверху пчелам на рамки положить. И они снизу будут эту рамку подъедать. А я написал, что я не рискну. Так вот, почему я не рискну применять рамку. Значит, вот так вот рамку вулей сверху можно ложить только в том случае, если вам уже до облета осталось фиг да нифига, холода у нас будут жестокие по минус 24 градуса. Если я вот так рамку сверху положу, то потом я потолочину не закрою нормально. Как-нибудь, конечно, закрою, но нормально она не закроется. И, соответственно, пчелы тогда будут мерзнуть. Мерзнуть, потому что у них нет теплого потолка. А в февраль месяц, 15 февраля, должен быть первый расплод. Если семья на время облета не имеет расплода, это все очень плохо может кончиться, потому что весной пчелы без расплода в улье при первом же облете склонны к перелетам в чужие улья. И так может случиться, что семья нормально дозимовала. Первый облет и в семье пчел практически не осталось. Все улетели по чужим ульям. И такое у меня было неоднократно. И обычно это случается в тех семьях, где нет весной расплода на момент облета. Поэтому этот февральский расплод очень нужен. Он пчел удерживает улье. У них есть надежда на выживание. Тогда они остаются дома. А вот если расплоду нет, перспектив нет, они за чемоданы. И как люди плохо живут, значит все за границу, в эмиграцию, по чужим ульям. Особенно если улья стоят очень близко друг от друга. Или как у меня в одном улье по две семьи зимует. Кошка орет. Сегодня в мире животных, то собака, то кошка. Можно, конечно, закрыть эту рамку одеялком, сверху положить. Все аккуратненько распрямить, чтобы щелей не было. Тогда можно. Но, честно говоря, мне лепешка в этом случае нравится больше. Пчелам тогда теплее. И еще один большой минус рамки. Почему я не ложу. И это самый основной минус. Дело в том, что когда я ложу лепешку, я ложу ее так, чтобы она была ближе к середине. Потому что пчелы, когда начнут выращивать расплод, они забегут в середину улья, в середину гнезда. Потому что от этой стенки холодно, от этой стенки холодно. Посередине более всего тепло. И вот здесь посередине пчелы, как правило, 15 февраля сюда и бегут в серединку. И здесь начинают выращивать расплод. Но надо на момент расплода, когда они начнут выращивать этот расплод, маленький пятачок чтобы у них был в достатке мед в доступе потому что когда они уже начнут выращивать расплод они его могут не бросить но правда есть семьи которые бросают расплод и перемещается туда где есть мед если меда не хватает а есть семьи которые расплод не бросает и вот те семьи которые расплод не бросают они погибают получается они греют расплод до последнего меда возле расплода мало потому что они его подъели они шли от передней стенки всю зиму задней здесь у них корм заканчивался вы покормили их они перебежали в середину гнезда начали выращивать распад самое теплое место перебежали а здесь меду не хватает и вот получается они сидят на расплоде меду не хватает и они погибают от холода в самом конце зимы а может так даже случится что у них с этой стороны мед еще и останется и будет много меду но они все равно туда не побегут такой вот частенько случается в конце зимы поэтому конце зимы надо контролировать наличие кормов ну а бывает всеми такие которые расплод бросают и идут туда на корм тогда они выживают но тогда вот такая проблема с первым облетом такие семьи склонны к перелетам чужие семьи так вот когда ложите рамку там допустим челки у вас сидят с этой стороны меду на рамках уже на их них нету они начинают брать мед с этой рамки вот кошка никак не успокоится и потихонечку его подъедает подъедает а еще месяц до облета и они потихонечку перемещается вдоль рамки перемещается 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 и выгрызает вот такую вот целую трассу так вот рамку ложишь и так и видно где клуб заканчивается здесь мед а здесь где были пчелы такая линия выраженная так вот эта рамка как раз не обеспечивает того эффекта чтобы пчелы когда начнут выращивать расплод сидели на одном месте в середине гнезда рамка этого не дает таком случае пчелы смещаются либо от расплода за медом тогда они выживают но без расплода либо остаются с расплодом и дальше мед не берут и погибают от холода так что рамки в холод давать нежелательно лично я не даю потому что плачевно может кончиться рамку можно давать только тогда когда плюсовые температуры когда клуб может спокойно распадаться тогда они мед возьмут с любой стороны где бы он не лежал они его возьмут так вот когда уже у вас тепло конец зимы до облета совсем немножко и плюсовые температуры рамочку можно смело ложить все будет хорошо вот при такой погоде как у нас по минус 24 по минус 15 ну его нафиг эту рамку сильно рискованное дело лучше лепешку лепешку положил распрямил килограмм меда килограмм меда им до облета хватит вот так вот потолочкой закрыл там лепешка это распласталась потолочина свободно закрывается как в том улье который только что показывал и тогда у них теплый потолок и есть корм если вдруг смотрите через 15 дней открываете они лепешку сожрали меда нет значит мартишку развернули туда им еще меду налили и опять они сидят лепешка на том же месте остается они к ней прилипает начинает выращивать расплод и все тогда хорошо никаких проблем нету все чудесно и расплода не выращивает и по улью не бегают и без меда не остаются но лепешку надо положить ближе к центру улья потому что если положите вот здесь краю то тоже может быть что они начнут выращивать расплод побегут в теплое место а лепешка окажется сбоку поэтому тут все надо запрограммировать правильно если все правильно сделаете никаких проблем у вас не будет но это лично скажем так мой опыт я так делаю и рамку кормовую наверх я вот не каждую зиму ложу так что такие дела такое вот было сегодня видео ставьте лайк потому что я очень жаден до лайков подписывайтесь кто не подписан и не забывайте обязательно в комментариях передавать привет моим медвежатка маленьким чтобы им хорошо зимовалась и вот той собаке тоже привет передайте которая галкает целую зиму